В борьбе за результат встреча руководства района с жителями традиция, которой уже больше двух лет. За это время мероприятия прошли во всех поселениях района, причем уже неоднократно. И главное, чтобы от диалога к диалогу была видна динамика. Уже не первый раз в таком формате проходит общение с жителями городского поселения Фрянова. То, что мы планировали по вашим запросам сделать, в принципе, по многим вопросам было решение. Соответственно, это все выполнили. Мы понимаем, что у вас накопились еще новые вопросы. Мы готовы ответить на все вопросы, готовы нарисовать перспективы и вместе с вами идти дальше по пути превращения городского поселения Фрянова в более вакуанизированное, более современное состояние, которое позволит вам здесь, я еще раз говорю, более комфортно жить. За последние три года в поселении проделан большой объем работ в плане благоустройства, создания зон общественного притяжения, развития дорожной сети и других сфер и направлений. За три года нам удалось отремонтировать и положить асфальт на площадях, которые для Фрянова вообще-то несопоставимы. Это больше 100 тысяч квадратных метров новых дорог, которые были выполнены. Большое внимание уделяется развитию производственного комплекса. Так, на днях на инвестиционном форуме в Сочи губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение с компанией «Экофарминг» о развитии в Щелковском районе новой козьей фермы. Предприятие по выпуску молока и сыров будет расположено во Фрянове. Числость животных превысит 5 тысяч голов. Будет создано 62 рабочих места. Открытие запланировано на третий квартал 2019 года. Завод по выпуску молочной продукции выйдет на полную мощность во втором квартале 2020 года. Ежегодно на ферму будет выпускаться порядка 4 тысяч тонн молока, 400 тонн сыра и 100 тонн мяса. От планов к делам текущим. Что сегодня волнуют жители поселения? Первый вопрос о строительстве в Афрянове – ФОКО. Оно будет вестись по программе «Газпром детям». Сейчас ведется проработка необходимой документации. Да, может быть, спортивный комплекс будет у нас в Афрянове. Он на какой основе будет? На платный или бесплатный? Просто поставят, а у людей денег нет, ну, нету, туда ходить. Коммерческая составляющая, она будет присутствовать. Но мы изначально закладываем то, что у нас будут бесплатные занятия для школьников, для детей из детских садов наших. Остальное, я думаю, мы разберемся. Социальная составляющая обязательно будет в большем объеме. В большем объеме, имейте бесплатно. Выступали и представители многодетных семей Фрианова – одно из поселений, где предоставляются участки данной категории населения. Мы из многодетного поля, а можно узнать, деревянного паре планируется на этот год ремонт дорог. Ну, не ремонт дорог, а вообще. Нам даже не доделали 400 метров. В этом году планируется, Сергей Васильевич, также мы отсыпем твердым основанием. Знаем о том, что получилось 400 метров отсыпать, но в том году мы активно занимались с жителями и провели освещение на это поле. То есть установили столбы. В этом году планируем закончить. Волнует жителей судьба двух корпусов бывшего детского дома. Применение им уже найдено. Передаем в администрации, а второй – под колледж, под филиал колледжа. Чтобы здесь детки учились рабочими специальностями на те новые производства, которые будут организовываться на территории городского области Анефрианова. Также жители задавали вопросы про реконструкцию местной бани, установку новых детских площадок, земельных отношений и по другим темам. В целом все участники диалога признали, что общение получилось весьма конструктивным. Я узнала такие огромные планы, как оказывается, с Гармадьево-Африановой, что Арафрианово будет расцветать. Я очень рада. Я считаю, что такие встречи очень полезны. Они очень нужны, потому что не все могут написать, не все могут позвонить, не все могут обратиться. Лично кто-то приходит, задает вопросы различные, им всегда ответят. И я считаю, что, наверное, люди очень-очень много с ним вопросов задали, много ответов услышали. Дарья Заснегова, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».